здравствуйте дорогие друзья в этом видеоуроке я вам покажу наглядно как восстановить ssd диск то есть расскажу предысторию у меня ssd диск патриот бруст он такой стоял на ноутбуке ноутбук никогда не выключался он все время работал не вижу смысла его выключать он 10 ватт простой и кушает у меня всегда включены и однажды ночью я просыпаюсь от того что загорелся экран и ошибка то есть экран синий окно смерти так называемые там в общем ошибки ну его выключила кнопка выключения и ну ладно потом посмотрю на следующий день там включаю опять загружается и опять окан сникла смерти в общем сделал диагностику ноутбуку и там оказалось он не видит и жесткий диск я в общем разбираюсь снимаю жесткий диск подключая его к стационарному компьютеру своему и приключение биос зависает зависает мне где-то на минуту потом он оживает и захожу биос смотрю пишет 30 11 31 11 жесткий диск у меня не видит патриот борст ну интересно пытаюсь зайти на загрузить на компьютере windows не загружается я его отключаю windows загружается потом его подключаю как бы на горячую и windows опять зависает не работает в общем я начал изучать эту тему я не знал что к чему изучал его довольно долго две ночи один день камни все понял что как и к чему в этом видео уроке я покажу вам что как мы можете стопроцентно восстановить свой диск любой ssd шный если этот ролик будет долгим если вы не вас нету время ждать то закрывайте этот ролик и идите ищите дальше читать или вы можете его посмотреть до конца и я передам свой опыт который я потратил две ночи один день наглядно нам четко все покажу как и что делать первая ошибка я все изучил и начал его восстанавливать но у меня ничего не получилось потому что его начал восстанавливать на windows 10 хочу сразу сказать что на windows 10 у вас восстановить его не получится почему потому что он в режиме rom это объясню чуть позже что это такое он видится windows 10 буквально несколько секунд диспетчере устройств и исчезает и программа прошивальщики flash id flash it идентификатор flash тоже программка его не видит в общем из-за этого я промучился день меня ничего не получилось и потом я случайно загрузил досовский windows xp и оказалось что он в диспетчере устройств меня видится постоянно в общем я понял что проблема windows 10 не получится его прошить я для таких целей специально установил себе windows 7 скачал его и даже не активировал вот и на всем на это всем у меня все прекрасно получилось в общем первая ошибка на windows 10 у вас не получится восстановить это такой ключевой момент может быть у вас и получится внизу меня не получилось дальше все что нам нужно есть на вот этом сайте кстати это классный сайт и админ то здесь хорошие задавал вопросы просил помощи он мне помог подсказал что и как и вообще хороший сайт но я вам сейчас все докладно постараюсь доходчиво все объяснить извините за мой голос и сегодня очень очень уставший но хочу снять это видео чтобы тоже помочь кому-то я рады очень-очень рады что диск и таки оживил я при вас сейчас его этот диск свои заново буду перепрошивать покажу что как подбирать чтобы все было понятно заходим на вот этот сайт называется usb tv.ru дальше заходим файлы так как я разобрал свой диск он у меня здесь и я уже знаю какой у меня вот этот контроллер что искать но если вы не знаете то вам придется посмотреть флеш айди переходим на я уже знаю что меня вот этот контроллер переходим ниже здесь строчка переходим сюда вот именно по моим контроллер уважаешь может быть совершенно другой из этих контроллеров подвигает очень много усечки вы переходите по своему но чтобы вам узнать вам придется все-таки его разобрать можно с помощью flash id узнать ну смотрите когда мы перейдем вот здесь есть простые универсальные программы форматы программы для прошивок изменения железа обновления доступ в общем здесь находите программка называется так вот и сам flash id запускаем ее выбираем свой вас будет здесь 30 11 31 11 или сатафирма если у вас такой самый контроллер как у меня нажимаем 1 и мы посмотрим здесь вот информацию нам информация надо тип памяти у меня здесь стоит intel 64 n18a qlc у вас может быть совершенно другая стоять там своя так кстати чтобы это посмотреть если у вас здесь не отображается диспетчер устройств и в управлении компьютером все не видится у вас ваш русский диск вам нужно перевести его в режим ром так называемый режим записи это делается сейчас покажу очень просто сейчас мы наглядно будем делать переводить режим ром вы поймете доводим вот мой диск восстановленный то что его только что восстановил могу показать кристалл вот но сейчас в наработке числа включения один раз то есть это его восстановил только что смотрите чтобы перевести режим ром вам нужно будет замкнуть вот эти два контакта вот эти большие квадратики два кружочка в квадратики для этого нужно сделать вот такие проволочка медная мы берем его отключаем сейчас я покажу паузу нажму вот так вас может быть по-своему но вас должен быть там указаны по-любому там что-то ром или просто такие кружочки вот так его отключили windows выключать не надо затем включаем выключаем sata разъем и питание так как показывать это наглядно я не могу сейчас на нажимаю паузу подключу его здесь у нас мы сейчас подождем должно попасть так обновилась диск пропал здесь тоже диск пропал нажимаю паузу подключаю вот появился диск внизу появился 20 мегабайт то сейчас я свой рабочий диск я перевел в режим ром здесь горит одна лампочка у нас тоже должна гореть лампочка ну бывает там 2 горит мигает во время записи должна загорится и 2 вот так вот смотрите я только что рабочий диск перевел в режим ром и вас буду заново его прошивать это заслуживает отдельного лайка и вашего комментария то что нажмите паузу и поставьте лайк так переходим все что нам нужно это хисан flash айди фокусируйся программка скачанный архив который я говорил вам вот этот надеюсь он медленно здесь скачивается но у вас мы если такой самый именно прошивка этот хисан контроллер то отсюда скачиваем если у вас свой контроллер то со свое дальше мы смотрим запускаем flash айди мы уже запускали его на смотрим как она здесь что означает меня intel 64 л и нам самое главное вот вот этом что n18 а мы здесь смотрим а видите то шиба то есть моя прошивка будет называться с б ф а может быть и без а но мы ищем n18 n18 здесь я уже нашел он находится вот здесь это тип памяти килл си смотрите сейчас там вот это главное это ключевое килл си видите н 18 а тут так самому мы смотрим килл си дальше идет н 18 64 л то есть наша прошивка будет называться с б с б ф а к и дальше там версия к нас должна быть в конце к и ищем здесь то такую прошивочку сейчас и вот моя прошивочка с б ф к то есть у меня то могло быть а здесь вот одна версия вот это вторая то есть дальше идет число двадцать шестое десятое десятое 2018 18 12 2018 вот это посвежее переходим там где скаченный архив с бинарниками меня уже распакованы вы распаковываете свой вот все бинарники вставляем поиск вот это наша прошивочка дальше сейчас запускаем с 11 флешер если вас там 10 версия то 10 версия контролера если 8 это восьмой кон версия контроля 9 9 у меня 11 7 10 12 этого вы скачете флешер по 12 версии запускаем дальше же мы делаем мы копируем вот этот бинарник нажимаем копировать дальше вставляем его вот сюда вставить вставили дальше что нам нужно сделать нам нужно его переименовать в английские большие буквы м дабы вот так вот и новый вот переименовался он дальше смотрите смотря какой эти памяти если то шипа есть микрон скажу так что я прошивал на то шиба и меня он не работал прошил на микроне и заработала если вас прошивается но не до конца там к ошибка какая-то зависает то проживайте пробуйте микроном то есть вот у меня так мне то чтобы с ошибкой прошивает микрон нормально смотрите так свернули дальше что нам нужно сделать нам нажимаем на микрон два раза просто два раза нажали у нас появляется вот такой файл но прежде чем его нажимать мы вытаскиваем наши проводочек с режима ром обязательно это делаем вытаскиваем аккуратненько все одна лампочка и они покажу так здесь вот ps3111 нажимаем два раза вот наши диск ps3111 контроллер а еще самое главное мне не сказал у вас в биосе должен режим быть включен а че если вас и дэ включен то bio зайдите переключите режим а че то есть я вам покажу в конце этого ролика если не забуду как переключить ну вы можете найти сами то есть это легко обязательное слово переключить режим а че нажимаем и upgrade фармбара тогда да у нас пошел процесс на загорается здесь две лампочки тут плохо видно не очень рядом я на телефон этого не покажет чем две лампочки пошла пошел режим процесс записи ром прошивка наша нужно подождать конечно ролик получится длинным ну это лучше один раз посмотреть я передаю здесь опыт две ночи прочитал это честно серьезно и один день потратил чтобы все понять как и она работает спасибо я посмотрел один такой ролик и все было бы понятно то все смотришь там ничего не объясняется из ролики по 5 минутам по шестнадцать все клацать ничего не объясняет как подобрать прошивку шоу как не понятно я просто вроде бы рассказал все доходчиво ясно и понятно как подобрать что использовать по крайней мере я старался прошивается она не то минуты две-три в зависимости от контроллера отверстия сие прошивки объема прошивки ждем вот здесь написано югдета типа пыры пыры все хорошо перезагрузите ваш компьютер но перезагружать не обязательно можно просто нажимаем ok это уже все закрываем вот тут у нас 20 мегабайт осталось тут а все как и было тут а тоже 20 мегабайт нам просто на сейчас отключаем сато питание потом оттаскиваем обязательно сато затем включаем назад секунд пять ждем можно секунд две включаем назад сато включаем питание сейчас я нажму паузу сделаю это вот пошло типа установка нового устройства появился нераспределен диск нажимаем не на на диске а тут а нажимаем именно на тут правой кнопкой инициализировать диск выбираем таблицу я выбираю g5 более современно нажимаем ok должен диск чест появится у нас ждем дальше нажимаем создать простой том нажимаем далее 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 пускай будет f быстрое форматирование все наш диск создался выходим мой компьютер и видим вот пустой диск запускаем кристалл переходим наш диск вот мы видим диск запустишь еще время работы на часов один раз но кстати диск теперь называется sata ssd 512 патриот бруст он не называется его можно переименовать на с помощью другой программе но я этого делать не буду температура здесь все время такая 67 67 датчика нету но все это показывает то есть так вот ошибки паров 50 попробуем на него что-нибудь скопировать какой-нибудь фильм на этом ромео и джульетту посмотрим скорость сейчас вам покажу как включить режим очи биоси он копируется скорость 104 мегабайта 106 111 ну для qlc неплохо все попробуем запустить его в общем работает так сейчас я покажу как биос отображается как включить режим очи нажимаем перезагрузка надеюсь вам все понятно что непонятно задавайте свои вопросы заходим в миос любой диск ssd можно восстановить прошить обновить то есть не выбрасывайте на помойку раньше зря у меня старый вот такой вот биос у вас может там быть новый у меня находится это вот вот тут у вас должно быть включено вот так вот а чей то есть может быть стоять у вас айди перед прошивкой обязательно вам нужно поставить а чей потому что ничего не получится сейчас сейчас делаю выход заново загружается windows посмотрим ромео и джульетта сохранил все файлы или нет потому что бывает ну я читал что после перепрошивки диска информация которая скидывалась после перезагрузки компьютера она исчезает ну ну это бывает если неправильная прошивка подобранная или неправильный метод прошивки там если у вас не получилось допустим вы знаете вернее точно что подобрали правильную прошивку то пробуйте запустить с помощью допустим там тошиба есть приложение микрон вот у меня с тошиба оно прошивается оно не до конца 85 процентов 85 процентов зависает с помощью микрон прошилось хотя ну то есть как бы сказать свой метод прошивки есть видим диск у меня есть все осталось давайте скопировать посмотрим как он внутри копирует какая скорость скорость вообще 237 метров в секунду очень хорошо копирует давай один удалим картину перемещается это конечно будет долго она нет заходим в свойства посмотрим диспетчере дисковое устройство вот отображается вот так теперь SATA SSD ATA то есть не важно название все равно на патриот буст или там как там бурст в общем я писал в службу поддержки просил у них прошивку в общем они ничего не ответили вот так вот прошивки на сайте у них нету спасибо админу сайта вот этого USB он скинул прошивку я благодарен ему именно под этот и выложил там к себе на свою складчину у него в списке на сайте есть спасибо вот этому сайту я благодарен все получилось в общем и у вас все получится не выбрасывайте поставьте обязательно лайк напишите хоть спасибо хоть что-нибудь видео вам получилось длинным конечно я извиняюсь перешел на полчаса ну спокойно все разъяснил объяснил показал надеюсь у вас русский диск тоже прошу прошивается восстановится реанимируется SSD и будет еще долго долго вам работать служить обязательно сохраните свои бинарники то есть свои прошивки вдруг в будущем вас опять слетит вы уже будете знать как прошить и сохраните мой ролик чтобы было напоминание как и что зачем делать спасибо вам будьте здоровы до свидания подписывайтесь ставьте лайки до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...